Привет! В этом видео хотел бы поделиться с вами одной проблемой, которая проявляется в телефонах как раз после истечения срока годности. Кнопка перестает адекватно реагировать, сама нажимается когда хочет, а периодически может работать нормально. Назвал я эту серию «Лучшая враг хорошего» и это не просто так. Ролик сделан с подробной разборкой телефона. Если кому-то нужен результат, разборку можно перемотать. Для остальных есть несколько интересных моментов. Перед тем как разобрать, нагреем телефон. После нагревания начинаем разбирать телефон. В процессе отклеивания задней крышки я делаю промежуточное смачивание двухстороннего скотча, которым она приклеена, очистителем-растворителем Falcon. Он хорошо растворяет клей и позволяет легко снять стекло, не повредив его и сохранить заводскую проклейку. Подливать растворитель можно по лезвию, которая вставляется в зазор и слегка отгибается. Так, перемещая лезвие, мы распределяем растворитель по всей поверхности крышки. Смочили и кладем снова на плиту. Для отделения крышки воспользуемся любимым инструментом, подложкой от защитного стекла. После промежуточного этапа жесткая подложка без использования дополнительного инструмента входит в зазор и отделяет скотч от рамы. Засовывать подложку сильно глубоко не советую. Можно повредить шлейфа, особенно по неопытности. Проводить инструментом со стороны кнопок и вовсе не рекомендую. Бывает, что шлейф прилипает к скотчу и тогда порвать его очень легко. Просто отгибаем крышку и подрезаем клей. В ответственных местах можно отделить клей ногтем. Так вы будете тоньше чувствовать и точно ничего не порвете. А вот и пломба. Это как замок на дверей. Для честных людей. Так сохраним ее для потомков. Обязательно новым лезвием. Немного приподнимаем и пилищами равномерными движениями отделяем клей. Пусть тут пока полежит. А вы можете посмотреть, в какую сторону нужно вращать отвертку, чтобы открутить винты. Винты. Самые наблюдательные могли заметить, что если винты как бы поднимаются над корпусом, это значит, что выкручиваете их правильно. Никогда не спешите поднимать крышку. Убедитесь, что она ничем не прикреплена. И даже если вы увидели соединенный разъем, помните, первым делом снимаем разъем батареи. Это, конечно, не самый удачный пример. Разъемы лучше рассоединять пластиковым инструментом. Но спишем это на старость и опыт. Все делаем предельно аккуратно. Перед извлечением платы проверяем, не фиксирует ли ее еще что-нибудь. Извлекли. Приближаемся к исследованию поломки. Но перед этим еще один небольшой информационный блок. Часто приходится наблюдать, как неаккуратно извлекают аккумулятор в телефонах. Хотя можно сделать все красиво и с небольшими усилиями. В данном случае нам необходимо отделить от батареи фиксирующий язычок. И после этого потянуть за большую часть фиксирующей ленты. Батарея извлечена. В случае необходимости можно просто отклеить ее полностью. У нас необходимости нет. Просто отгибаем ее. Вот мы и подобрались к месту нашего исследования. Напомню вам немного о тактовых кнопках, пока аккуратно извлекается шлейф. Тактовая кнопка это элемент, в котором замыкаются два вывода с помощью упругой выгнутой пластины. Такие кнопки используются очень давно и хорошо себя зарекомендовали. Так что же могло пойти не так? Давайте разберемся. Для этого аккуратно и не спеша вскроем кнопку скальпеля. Подрежем только три стороны, чтобы было легче восстанавливать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но покрытие от нажатий отслоилось и повисло лохмотьями, которые давали ложные срабатывания. Ресурс у кнопки оказался небольшой. Продолжение следует... Продолжение следует... Такое решение обеспечит более долговечную работу кнопки по сравнению с новой и несущественно ухудшит ее электромеханические характеристики. Очистили? Дело за малым. Собрать все назад. Собирается все намного легче, чем на камере. Мне просто немного мешал штатив. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Собрали? Аккуратно запечатываем кнопку паяльником. Чистое жало. 310 градусов. Аккуратное движение. Вот и все. Кнопка стала чуть-чуть лучше новой. Под микроскопом следов воздействий практически не видно. Что уж говорить про невооруженный взгляд. Сборка происходит в обратном порядке. Не забудьте крутить винты в другую сторону при закручивании. И подлить немного клея под крышку. Если понравилось, подпишись и поставь лайк. Есть что сказать, заходи в комментарии. Спасибо за внимание и уделенное время. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok